МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас здесь практически проходят УЗИ вот этой трубы. Ну, мы все в шоке. Это они, чебоксарские блогеры. Их узнают на улицах, им заказывают рекламу, их приглашают в телепроекты. Рыжая батарейка, богатырь и Илья Зайцев продолжают битву за звание лучшего блогера города Чебоксары. Сегодня ребята работают на водоканале, предприятии, которое продает нам воду. Тариф сейчас 19 рублей 87 копеек. Питьевая вода. Закуп. Тонна воды. Тонна. Вы берете бутылку воды 0,5? Да. 0,5. 23 рубля. Ну, славно, самая дешевая вода. Дешевле я не видел, наверное. 0,5. Выпиваете и забыли? Вот сравните, переведите в бутылки. 1000 литров и 0,5. Это 2000 бутылочек ваших умножьте на 23 рубля. Вот какая должна была быть вода. А это не просто воду взял из Волги и пустую качнул. Там 4 степени очистки. В прошлом году, в 1 июля, выпустили новые санитарные нормы. И там требования все жестче и жестче. По некоторым ингредиентам. По 4-х хлористому углероду, по алюминию. И по другим химическим элементам, которыми должны соответствовать. И вода у нас сегодня, по данным Роспотребнадзора, она проверяет постоянно Роспотребнадзор. У нас вода соответствует всем показателям питьевой воды. То есть водоканал занимается именно приготовлением, подачей питьевой воды, холодного водоснабжения. По горячему водоснабжению мы отдаем это теплоснабжающим организациям, плюсу и теплосетям. Они уже эту воду приготовляют и приводят ее в горячее. И в тепло. Правила шоу просты. Блогерам надо снять и смонтировать ролик интереснее соперников. Времени предостаточно. Целые сутки. По стилю, музыке, образом и даже помощникам никаких ограничений. Тема этого выпуска – вода в чебоксарских кранах. Сегодня немножечко вам чуть-чуть расскажу, что как здесь происходит, что у нас здесь хорошего. Фигня полная. Давай еще раз. Сейчас. А как говорят в Италии «добрый день», «привет» там? Это бонжур, это французское. Это французское бонжур. Хола. Это испанское уже, да. У меня сегодня образ Луиджи. Это брат Марио, кто помнит, кто играл в Дэнди в этих 90-х годах. Что еще кто связан с водой? Конечно, Марио и Луиджи. Потому что это великие сантехники итальянские. Мне кажется, им нужно поставить памятник. А вот это, тут у нас мадемуазель. Обожаю это место. Просто восхитительно. Все сюда звонят, сдают показания. А я просто прихожу смотреть на них, на милых девушек. Пас, покажи, покажи, покажи. Просто поснимай, сделала обзорную. Ну, сложности некие были, потому что все-таки это люди работают здесь и так далее. И не хочется им мешать, не хочется врываться в их рабочие будни и так далее. А так, в принципе, все нормально, все хорошо, все показали. Конечно, в лаборатории они сказали, нельзя переодеваться. Я этим сильно возмущен, хотя как возмущен? Правильно они сказали, потому что, что мне там всякую грязь разносить? Зашли, посмотрели, ушли. У вас что-то вышло. Третий подъем, номер два. Давление выходит за пределы допустимого. Нормально, да? Ничего? Нет, это нормально. Вот здесь вот как раз-таки все и происходит. Отсюда все контролируется, все водоснабжение, все водоотведение в Чебоксарах. Мы здесь вот досидим и, если что, сразу реагируем на любые ситуации моментально, спокойно. Секундочку. Да? Но я иногда пью воду из-под крана, когда у меня прямо нет воды, чисто пить его. На самом деле я люблю свою воду, именно шамаршинскую. Но если есть возможность, я привожу ее с тобой в город бутылями. И просто и суп приготовить, и чай. Я просто уже привык к этой воде. Она уже вот прям во мне. У меня не кровь, а вода. Куда-то туда. Короче, мы потерялись. Куда идти вообще? Это столовая, да? Абонент недоступен. Слышь? Я даже не знал, что уже хлор давно не используют при очистке. Там используют другие какие-то сульфады и так далее. У меня по химии тройка была, сразу скажу. Поэтому не разбираюсь в этом. С вами был Луиджи. Подоли ясель Дьяно. Чао-чао. Че, тебе понравилось, что ли, концовку, что я сейчас сказал? А? Не, ну тебе понравилось? Нормально? Тогда справляю. Ого! Вижу трубу. А вам тяжело? Сейчас здесь практически проходят УЗИ вот этой трубы. Водоканал удивил. Не только своими масштабами, но еще и, наверное, своим оборудованием крутейшим. 12 миллионов стоят роботы, которые исследуют их трубы. Это нечто. Я очень вдохновилась. И мы решили прям про это сегодня в ролике своем рассказать. У нас сегодня топ-7 интересных фактов об этом месте. Потому что тут, мне кажется, вообще тут можно рассказывать бесконечно. Но в силу того, что ролик должен быть краткий, интересный и сочный, мы решили оставить счастливое число 7. У водоканала есть своя аккредитованная, аттестованная лаборатория анализа качества воды. Здесь она проходит по 47 параметрам. Отдельный респект и уважение директору Владимиру Сергеевичу всех сегодня удивил. Он не просто работает здесь, а он всей душой отдается работе. То, сколько он сегодня нам рассказал и поведал, это круто. Мы сейчас берем еще и внутренний тоже с полипропиленом. Три, мультипайп-3. Понимаете? Это дороже, но это срок службы 50 лет. Это сразу на перспективу. Это чтобы потом не перекапывать через год, через два. Да. Понимаете, вот они все новые трубы, вот они испытывали. Вот это все мы используем сегодня. Хотелось бы, чтобы жюри начало оценивать информативность, интересность, сочность. Потому что мы готовим столько всего клевого, рассказываем, а в итоге оценивают только юмор. Слушайте, ну как бы, мне кажется, мы рассказываем как раз-таки об этих местах. Мы рассказывать должны зрителям о том, что здесь есть крутое, интересное. Там только шутки. Я уже не знаю, что такого интересного придумать. Да, конечно, юмор у КВНщиков самый крутой. Но давайте приглядимся и к информативности роликов. Ага. Там звонок. А что делать надо? На кнопочку нажимать? Показания при... Не-не-не-не-не-не-не-не. Лучше вы сами. Нормально? Вот это так. Все, спасибо огромное. Ну нормально. Нормально. Мельком можно будет поставить, да? Там, где я про параметр говорю, да? А здесь вообще можно медленно-быстро. Вот такой. Ускорить. Да-да-да-да, ускорить. Медленно. Быстро. Медленно. Быстро. Медленно. Коль, ну не снимай, а хотя бы вот это вот все, что происходит тут за кадром. Там есть, допустим, режим 1. Обычно как снимают. А есть 0.5. Это как вот получается, как широко берет. Широкий объектив, как GoPro. Такая широкая линза. Ну прикольно, мне нравится. Так больше в кадре ты уже сидишь, получается. Не близко, а уже сдалека. Мне понравилось тут. Все серьезно. Оказывается, не так просто, чтобы вода досталась до крана. Оказывается, за вражное водохранилище, чтобы дойти до южного поселка в воде. Нужны сутки. Вот это нормально. Вот она вот так с одного насоса до другого так передвигается. Можно сдавать счетчики через Барбенг Онлайн. Также через сайт самого водоканала. Там лицевой счет пишите и вбиваете свои данные. Чтобы людей не мучить, не звонить. Звонят. Звонят. Говорят свои номера. Это же старая вера уже. Сейчас же новая нанотехнология. У меня единственный вопрос задавался, да. Потому что были в Норвегии. Потому что там, говорят, воду из-под крана пить можно. И в Эстонии, ну и везде. А я в Чебоксарах много сказал. Сам Деркс сказал, что воду из-под крана пьет. Сначала мы вводим воду сульфат аммония для пролонгации действия обеззараживающего реагента. От хлора мы ушли в 2011 году. С утра выложил тут селфи. И уже одна подписчица написала. И к себе в сторис выложила. И меня отметила. Блогер, богатырь. На родном предприятии она написала. Везде свои подписчики. По переписке посмотрела. А мы с ней фоткались. Ну фоткаться фоткались. Я так ее не помню. Конечно. Фоткаемся так часто. Поставим съемки. Каждый месяц съемки, 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 съемки. Когда же это закончится? Может, когда-нибудь закончится? Да, подойдет. Здрасте. Так. Можно с вами сегратируется? Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Поздравляю. Спасибо. Семейное благополучие. Счастья, любви. Спасибо. Всегда раз быть парварной. Аккуратно. Все, давайте. Спасибо. Давайте берегите себя. Но самое главное, звук у меня плохой. Так что погнали дальше. Это был камень в огород членов жюри. Каждый раз они отмечают, что богатырь работает без микрофона. Что у его роликов плохой звук. И баллы у Саши ниже. Пора узнать, что получилось у ребят на этот раз. Но сначала по традиции представим экспертов. Меня зовут Мария Чаркина. Я главный специалист отдела по связям со СМИ администрации города Чебоксары. Я буду оценивать любовь к городу и информацию о нем. Меня зовут Екатерина Доброхотова. Я блогер, победитель первого сезона «Битвы блогеров». Я буду оценивать видео с точки зрения блогерства. Буду обращать внимание на музыку, переходы и новые тренды. Меня зовут Мария Шоклева. Я редактор национального телевидения «Чуваши». И я буду оценивать качество роликов, картинку и звук. Меня зовут Луиджи Фотал-Сиенов. Я работник водоканала. И я вам расскажу немного про водоканал. Я сам приехал из Италии вместе с моим братом Марио. Но Марио сейчас на выезде. Поэтому я вам проведу небольшую экскурсию и покажу. Пойдемте посмотрим. Ну и конечно же я и сам. Греха таить, что даю показания счетчика здесь же. Ирина, холодная, 38, запиши. Шоколадка с меня. Я еще хочу вам показать, я здесь найду. А вообще, конечно, очень люблю фонтаны. Знаете, это у меня еще от брата досталось, от Марио. Вы знаете, не понимаю вот одну русскую песню. А в Ашкирии вода, 40 градусов она. Это что такое? Горячая вода должна быть как минимум 60 градусов. В Ашкирии давайте вы там с этим боритесь. Вот как у нас в Чебоксаре. Вот именно здесь все и происходит, все контролируется, все смотрится. Проверяем, есть ли что-то ЧП, сразу же реагируем на это сразу, моментально. Секундочку. Да? Все, понял, хорошо, спасибо. На Богданке авария. Андрюха, по коням. А вот позади меня лаборатория, сюда приезжает вода, проверяется, чистится. Поэтому Чебоксарцы, будьте спокойны, будьте уверены, с водой все. Типи-топ. Аль-детте. Ко метров это самым пол длинного нет? 9 метров? Нет. Видите, очень далеко мы фокусируем. Благодаря вот этому вот аппарату я смотрю, ищу пиццу, черепашек. А вдруг, вдруг что-то там есть. Кто его знает, кто его знает. Знаете, мне в конце вот этой экскурсии хотелось бы немного извиниться перед жителями Чебоксар. Так как иногда мы отключаем воду, и мне становится грустно, что они сидят без воды. Но если мы этого не будем делать, то, возможно, у вас вода вообще не будет потом. И будете очень долгое время находиться. Поэтому не ругайтесь на нас. Мы же все делаем для того, чтобы выпили чистую воду. С вами был Луиджи Адалия Сильвьяно. Чао-чао. Что за персонаж Марио, Луиджи? Я вообще ничего не поняла. Кать, это еще с моего детства, с компьютерной игры, два сантехника, которые бегали по лабиринту, по-моему. Если честно, я сама толком не играла, но я знаю, что это с компьютерной игры. У меня в моем детстве уже был Симс. Поэтому даже я не поняла. Но мне понравилось то, что он играет. Он очень классно играет. Это цепляет, хочется смотреть. Усики, да, так? Да, Усики так подкрутил, очень было смешно и интересно. Замечания только по пересвету в кадре, с технической точки зрения. Очень странно, вы же до этого нормально снимали, ребят, что случилось? У меня замечания к фактам, которые есть в ролике. Я не совсем поняла шутку про 40 градусов и 60 градусов, потому что водоканал нам воду не греет. Майчеблайв 8. Тоже 8. Буду лояльный, 9. АО «Водоканал» является одним из самых крупных предприятий инженерной инфраструктуры Чувашской Республики. И сегодня в эфире битвы блогеров топ-7 интересных фактов о водоканале. У водоканала свой музей с интереснейшей историей. Чебоксарскому водопроводу 90 лет. Мозг водоканала – это вот эта вот диспетчерская. Здесь принимается любая информация по воде, обрабатывается. Здесь есть компьютер, в котором можно посмотреть, что происходит с водой в любой точке нашего города. У водоканала есть своя аккредитованная, аттестованная лаборатория по анализу качества воды. Здесь вода проходит по 47 параметров. Окисляемость, цвет, мутность, химические элементы. Представляете, 47 параметров. Круто. Это колл-центр водоканала. Здесь принимают показания счетчиков воды. Там звонок. А что делать надо? На кнопочку нажимать? Показания? Не-не-не-не-не-не. Лучше вы сами. Где выход? Сегодня 22-е, а я показания не предала. Не переживайте, у вас есть время до 25-го числа. У этого предприятия самое современное импортное оборудование. Целая система роботов, которые могут посмотреть, что происходит в трубах. И стоит это 12 миллионов рублей. Смотрите, это селфи-палка с камерой. Вот из этой камеры все передается на планшет. И можете посмотреть, что же там происходит в трубах. Простыми словами, в данный момент у этой трубы проходит УЗИ. По городу Чебоксары 12 артезианских скважин. Стоп! Снято! Давай уже расходиться. Твои слова водиться, так не годиться. Ты разводила в мелом, но я не хотела разводиться. Мне очень понравилось, что Алена выбрала блогерскую тему топа. Вот прям сразу захотела же дальше смотреть ролик. Ну и, конечно же, она выбрала очень динамичную музыку в конце. Выбрала Бузову. А Бузову хотят смотреть все. Единственное, я бы добавила вот эту динамичную музыку еще и в течение всего ролика. Алена, мне очень понравился твой ролик. Больше, чем все предыдущие. Ты большая молодец. Он получился динамичным. Нет замечаний по звуку, нет замечаний по кадру. Много использовала подсъемок. То есть, если мы говорим про оборудование, мы тут же его видим. Если мы говорим про лабораторию, мы тут же видим все эти баночки, скляночки. Это очень цепляет взгляд. Единственный недочет, который я нашла, это то, что некоторые кадры можно было вначале подрезать. Была тишина буквально на секундочку. Можно было ее срезать. Алена, ты большая-большая молодец. Действительно. Ты побывала, наверное, во всех кабинетах водоканала. Была и лаборатория, был диспетчерский центр. Ты практически пообщалась с жителем города Чебоксары, который хотел дать показания. Молодец. С чистой совестью ставлю тебе сегодня 10 баллов. Присоединяюсь, десятка. И чтобы у тебя был стимул, тоже 10 баллов. Водоканал. Пойдем посмотрим, что там интересного есть. Ну что, друзья, очень крутое предприятие. Все. Там внутри, конечно, интересно. Но самое главное, что я понял, и с вами поделюсь, то, что воду из-под крана пить можно. И самое главное, надо сдавать вовремя счетчики, показания. На сайте, заходите на сайт, издаете показания. И все. Ну, мы все в шоке, Саша, от твоего отношения к этому заданию. И есть несколько предположений, почему ты так поступил. Возможно, ты решил сдаться, потому что ты на третьем месте сейчас. Но, девочки, мне кажется, это вообще неправильно. Вот. У нас впереди финал, где многое решат подписчики. И можно поднажать и вырваться вперед, как сегодня Алена, да. Я надеюсь, что ты услышишь наши пожелания. Ну, а что оценивать из двух кадров? Да, звук хороший. Но отъезд Зумовский в первом кадре плохой. Может быть, он книги перечитал. Вижу, пиши, сокращай. Он просто решил прогуляться по водоканалу, выйти. И сдавайте вовремя отчет о своем водопотреблении и все. Но вот, кстати, Маш, зато он единственный сказал, что можно пить воду из-под крана. Да. Саша, ты же богатырь. Вообще, я думала, что ты рассказал, что можно пить воду из-под крана. Сами покажешь, как это делается, как можно пить воду. Я думала, ты искупаешься. Вне конкурса ты столько всего делаешь, а здесь ты мог бы показать, но, к сожалению, не показал. Давай подумаем, что ты снял сториз, короткая, понятная сториз, и я тебе поставлю 7 баллов. Если сравнивать твою работу с работой других блогеров, то, конечно же, справедливо, что оценка должна быть ниже. Тоже 7 баллов. Факты были. Факты, которые важны для чебоксарцев. Ну, пусть будет 7, но это с большой-большой натяжкой в надежде, что следующий ролик будет намного лучше. Мы верим в тебя. Да, очень верим. Выводим на экран баллы, накопленные за весь проект, и картина не меняется. Не пропустите новую битву блогеров, будет еще интереснее. Не пропустите новую битву блогеров, будет еще интереснее. Не пропустите новую битву блогеров, будет еще интереснее. Спасибо. Спасибо.